Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к 61-й главе книги пророка Исаии Вавилонского. 61-я глава очень известная, она цитируется в Новом Завете, в рассказе о том, как Господь Иисус пришел в Назарет, и там в Назаретской синагоге прочитал это место и отнес его к себе самому. Я имею в виду начало 61-й главы. Здесь, собственно, говорит пророк, говорит о своем призвании, о том, что Бог поручает ему. В предыдущей главе был воспет замечательный, очень поэтичный гимн тому, что свет правды Божьей в народе Божьем становится сиянием, которое дает направление жизни, дает путь всем, без исключения народам. Вот о том же самом, о своем свидетельстве говорит здесь пророк. Это его слова, потом Иисус применит их к себе. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня». Ну, видите, наш перевод синодальный печатает здесь слова «мне» и «меня» с большой буквы, хотя в оригинале никаких, нигде нету больших букв. Да, и поэтому до некоторой степени толкование совершенно уместное, закономерное, естественное, правильное. Тем не менее, если несколько отодвинуть в будущее, позднейшее, в частности, новозаветное толкование, вот о чем здесь идет речь. Пророк говорит «это Дух Божий, Дух Божий направил меня, помазал, дал власть и дал силу благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы». Всего лишь пару глав назад, в 58-й главе, Бог говорил о том, что угодный ему пост, форма благочестивого служения Богу, это отпустить угнетенных, избавить угнетенных от ерма, разделить с голодным хлеб его. И вот здесь пророк свидетельствует о том, что и сам Бог посылает пророка для того, чтобы это сделать, для того, чтобы показать, как это делается, исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение. В первую очередь имеются в виду, конечно, угнанные в Вавилон и Иерусалимляне, которые, собственно, уже породили там, в Вавилоне, новое поколение, но по-прежнему остаются пленными. Вот им возвестить освобождение, им, их узников, призвать выйти из темницы, проповедовать лето Господне, благоприятное день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих. День, когда Бог все не по правде созданное, все основанное на насилии и угнетении, разрушают. Вот. Основной здесь мотив – это, конечно, свобода угнетенному Израилю. Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение. Они были действительно все в прахе и пепле и в покаянии, заметьте. И время покаяния окончилось явлением правды Божьей. Теперь вместо пепла дается украшение и их назовут сильными правдой. Они как были, так и остались малочисленным, слабым народом. С точки зрения того, что мы называем там сильными, ну, у них нет гигантских армий, какой-то громадной экономики, вообще нет никакой в Палестине в этот момент, культурных достижений, или там что-нибудь еще. Они сильны правдой Бога, тем, что в их жизни эта правда властвует. Вот как в предыдущей главе было сказано, не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения в пределах твоих. И опять, повторяя предыдущий гимн, предыдущую главу, Господь через пророка, или пророк от лица Господня, говорит, придут иноземцы, будут пасти стада ваши, а вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего, будут именовать вас. Царство священников и народ святой. Потом процитирует эту мысль апостол Петр. Задача Израиля, таким образом, служить этой правде Божьей, являть ее, реализовывать ее в своей жизни, в своих отношениях друг с другом, в своих поступках. Не идет речь о том, что израильтяне будут совершать священно действия вместо и для иноземцев. Речь идет о том, что их священодействием становится милосердие, избегание насилия и правда, правда и правосудие в их конкретной жизни. Вот что значит называться священниками Господа для народов. Потому что я, Господь, люблю правосудие и ненавижу грабительство с насилием. Вот, оказывается, такова задача Израиля. Быть образцом, примером и свидетельством правосудия и избегания насилия. И тогда этот народ не исчезнет. И тогда всевидящие их познают, что они семя, благословленное Господом. Вот, собственно, путь к вечности оказывается вот такой. И в заключение главы, вернее, в следующей части, в последнем фрагменте главы, начинается своего рода еще один хвалебный гимн, где пророк говорит, радостью буду радоваться о Господе, возвеселиться душа моя о Боге моем. Потому что если люди живут в правосудии, ненавидя грабительство и насилие, Бог присутствует, Бог здесь. И, конечно, будешь радоваться, потому что Он здесь. И душа возвеселится о Боге. Ну, как вы понимаете, конечно же, эти слова цитирует Пресвятая Богородица в песне Богородицы. Радоваться буду о Боге, потому что Он облег меня в рив за спасение, одеждою правды одел меня, потому что наступает вот этот праздник Божьего торжества в праведной жизни людей израилевых. Потому что как земля производит растения, так Господь проявляет правду и славу перед всеми народами. здесь начинается еще одна важнейшая мысль для Исаии Вавилонского, которую мы увидим в следующих главах. Мысль о том, что вот это свидетельство Бога и эта жизнь в правосудии и ненасилии дается Израилю не просто так, а для того, чтобы правда и слава были явлены перед всеми народами. Добро пожаловать в другую Добро пожаловать в другую Добро пожаловать в другую дизуги